приветствую вас друзья с вами компания рим синтез нахожусь в сборочном цехе где собирают селки атрия хочу немножко сегодня поговорить о габарите вообще возможности вариации этой селки ну еще раз рассказать выглядит показать может быть у кого-то будут какие-то вопросы зададите я отвечу так что сейчас кратко посмотрим есть у нас решение поселки атрия как сделать так вернее как мы уже делаем так чтобы она была в габарите она у нас получилось с транспортным устройством как раз в габарите потому что их ширина и получилось 250 сейчас немножко покажу как это все мы там чего мы добились и опять же хочу сказать что это не мы добились это приехал к нам клиент наш товарищ наш друг где работают наши пуги это компания раз агра приехал ее директор и купили такую селку атрия и подсказали вернее подсказали мы вместе посовещались они предложили и действительно мы нашли компромиссное решение которое дало нам возможность габарита селка атрия вот которая у нас ноутил комплектации будет в ширине 240 240 винти 250 сейчас покажу что мы там убрали оттуда чтобы она была в габарите принципе потом перейдем в цех где собирается селки атриа л тоже покажу тоже может быть какой-то вариант предложим будем будем выполнять все пожелания ваши и требования нашего государства и всех остальных государств значит сегодня 20 января двадцатого года хотел сказать значит селка атрия а правда без высевающего аппарата здесь пока стоит но высевающий аппарат весит весит 2 престижный плентинг все вы знаете да что мы сделали чуть изменили крепление пружин а изменили его так что в любой момент можно сюда поставить не магическую подушку если кто-то не захочет такую вот механическую систему а пневматическую выкинули пружину поставили к нему подушку ресивер и погнали то есть принципе модернизации особых нету ну вот изменили вот это привод изменили сделали его как носилки джон дир и кинза что еще что еще да так вроде бы больше и ничего значит что касается ее ширины ширины транспортной ширины хотелось сказать значит если взять вот этого кронштейна и до заднего колеса ширина получается 240 для того чтобы войти в нужный габарит который сейчас требует законодательства и в целом значит мешала вот эта штука вот этот вот кронштейн прицепного устройства скажем так и он очень сильно мешает нужка выступает за ширину притом там получается ширина с транспортным устройством 28 мы немножко переделали здесь кронштейны здесь вставляем здесь делаем не приварим и вставляем еще один палец единственное пока неудобство что его придется просто снимать то есть вытаскивать палец снимать мы сделаем какой-то там кронштейн кронштейн на раме и эта штука будет просто сниматься и механизатор должен будет к сожалению механически физически снять эту штуку и положить ее на селку там на определенный какой-то кронштейн так что так вот селка это вот в ноутил комплектации с такими вот ножами с такими вот очистителями с турбодиском это максимальная комплектация которая может быть напомню что есть варианты мини-тил ноутил с дисковым туковым сошняком по внесению удобрений так вот выглядит эта селька еще раз напомню классная машина уже продается на всю очень много на сегодняшний день даже есть небольшая очередь по предзаказам это нас конечно и немножко и радует ну и немножко и смущает но мы быстро настроимся справимся с тем чтобы не было никакой очереди все будет быстро и качественно самое главное качественно так что так вот выглядит сейчас перейдем в цех где производят а3 айл еще немножко поговорим о ней просто где тут совместный проект рождается наш с артемом лавриком то есть элка айл значит хочу сказать заранее что туковая туковый бункер сейчас разработки он уже там нарисован сейчас вот мы там еще больше изучаем ситуацию и как он как его там применять значит что касается делают и с вами посоветоваться уважаемые зрители подписчики хотел посоветовать вот если мы его сделаем не раскладываемую стрелку поставим на нее поперечное транспортное устройство на ну сто процентов будет выбрать ее ширина будет у максимума метра скорее всего так что в принципе для нас это не проблема и ценовая политика и я думаю не особо поменяется потому что не будет этого механизма который ее сложивает эту сейлку и в принципе вполне вполне возможно что она может такой быть то есть она будет просто на прямой трубе грубо говоря без этого механизма на прямой трубе в дальнейшем будет пневмо бункером и будет такая вот простенькая скажем так на одной трубе сейлка которая будет поперек ставится транспортное устройство как на сэшка как на нашей а3 на той вот возможно будет такой вариант тоже как бы если есть у кого какие-то мысли пишите говорите но это будет сто процентов уже в габарите ваша и ширина точно не превысит даже двух метров так он выглядит как я уже говорил на сегодняшний день есть небольшая очередь и на те сейлки на те и то есть клиенты реально и такую выбирают слаженную конструкцию и обычную потому что чуть-чуть как бы разные задачи разные грунта и разные разные размер если у кого-то есть какие-то пожелания по видео обзорам там более тому конкретно рассказать про секцию про какие там применяемым комплектующие при какие может быть кого интересуют какие процессы пишите пишите мы все видео обзоры все расскажем покажем еще раз хочу напомнить что продажи у нас осуществляются по всем странам снг европы есть сертификаты мы продадим абсолютно в любую страну доставим везде есть представители дилеры все так что так подписывайтесь пишите приезжайте в гости всего хорошего на связи